Страна в шопе Страна в шопе Страна в шопе мере нельзя назвать фильмом. Это просто набор наитупейших скетчей, которые не объединены между собой не то что одним сюжетом, но в них даже нет одной общей идеи. Некоторые из этих скетчей ну настолько далеко за пределами здравого смысла, чувства вкуса и вообще всего адекватного, что их даже обсуждать или что-то говорить о них не стоит. Поэтому несколько скетчей я вам покажу даже просто, без комментариев. В этот раз хочется как можно сильнее оттянуть момент перехода к основной части, но чему быть того все равно не миновать. Поэтому встречайте. Настоящий выкидыш от киноиндустрии. Творение, после которого вы можете отупеть, потерять слух и зрение, стать атеистом. Ведь если бы бог существовал, он бы вот это не допустил. И конечно же вы окончательно можете разочароваться не то что в русском кино, а вообще во всем. Итак, фильм Зомбоящик. Би-Кью представляет серию смартфонов Би-Кью Мэджик. Новейший восьмиядерный процессор. Мощная батарея. Яркий безрамочный экран. Бесконтактные платежи. Би-Кью Мэджик. Создан, чтобы впечатлять. От 5990. Купи смартфон Би-Кью со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. Фильм начинается с вот такого небольшого сообщения. Дорогие друзья, перед просмотром этого фильма вы должны знать самое важное. Этот фильм не совсем фильм. В этом фильме нет сюжета, нет драматургии, нет логики и нет смысла. В этом фильме нет главного героя, нет любви, нет мечты и нет философии. В этом фильме нет ничего. Так во многих фильмах. Но мы вам хотя бы не врём. Но за него мы всё равно попросим с вас деньги. И вообще, нет, ребят, я конечно всё понимаю, что на зомбоящих в кино пошли, мягко скажем, ну, не очень умные люди. Или те, кому просто не повезло, их туда занесло случайно. Но даже самые непритязательные зрители понимают, что такое оправдание не работает и никогда не заработает. Так не получится. Если вы заранее заявите, что фильм говно, он от этого говном быть не перестанет. Я, конечно, понимаю, что у вас была какая-то тактика, вы её придерживались, но просто идите нахуй. К слову, данное говно всё-таки считает себя фильмом. Поэтому оно очень хочет быть похожим на обычные фильмы. Поэтому данная картина начинается со вступительных титров. И знаете, с такого а-ля намёка на самоиронию. От режиссёра фильма отвернулись родители. Оператор-постановщик в основном был задействован на другом проекте. Композитор отказался передавать права на свою конченую музыку. Урод, тварь, ты умрёшь в нищете, собака сутулая. Автор идеи не разрешил писать его имя. Знаете, что мне нравится? Что фильм прямо с самого начала берёт и тупо ворует идеи из других фильмов. Ведь это не что иное, как титры из Дэдпула. Фильм какого-то придурка. Продюсеры-говнюки. В главных ролях. Конченый идиот. И нет, это не отсылка к Дэдпулу. Если Пётр Гланс озвучивает Дэдпула, и здесь он озвучит примерно так же титры. Моё почтение. Это ещё не будет отсылкой, это воровство. Но начнём мы сразу со скетча, который был даже в трейлере. Так, красный или синий? Красный или синий? Красный или синий? Красный. Точно? Да. Не взорвалась. Значит, синий. А где бомба? Знаете, когда я впервые собирался смотреть данное творение, я был готов ко всему. Что здесь будет максимально примитивный юмор, тупые шутки, мерзкие шутки и так далее. Но то, что это будут скетчи просто ради скетчей, в которых даже не будет попытки пошутить, я, конечно, был не готов. А вообще, если уж так говорить честно, вот это всё, что они экранизировали, это старый и очень породатый анекдот. Вот серьёзно, люди делают фильм. Заведомо делают его говном, но при этом даже ничего не придумывают. То воруют что-то из Дэдпула, то экранизируют анекдоты. Гениальный просто бизнес-план, серьёзно. Следующая шутка на тему, на которую очень любят шутить. Вернее, делать вид, что шутят ребятки из Comedy Club. Это, конечно же, геи. Этот город породил порог. Он пропитан похотью и развратом. Он пропитан самыми низкими сексуальными извращениями. Поэтому здесь таких, как мы, не осуждают. Если вы здесь найдёте шутку, а не просто тупое и самое банальное. Ха, ну вы знаете, существует гей. И это типа, ну типа смешно. Ну вы понимаете, мужики, которые друг с другом. Так вот, если вы найдёте здесь шутку, я не знаю, отправляйтесь на поиски сокровищ. У вас сегодня удачный день. К слову, даже в самом Comedy Club никогда не было именно шуток о геях. Ну, почти никогда. Потому что шутки, даже грязные, жёсткие, выглядят, ну, примерно вот так. Охрана не всегда на высоте. В прошлый раз самолёт, на котором я летел, спидорасили. Самолёт полетит в Майами. В Comedy Club же было и есть всё иначе. Возьмём одного из самых известных резидентов Comedy Club. Это Павел Воля. Давайте посмотрим, как он пошутит на эту тему. Думаю, вы помните, что когда-то давным-давно на Евровидении выступала или выступал Кончита Вурст. Смотрите, какой Павлик выкатил стендап на эту тему. Евровидение. Все знают этот конкурс. Будет в 2014 году опять. От Австрии поедет вот кто. Кончита Вурст. Так зовут эту австрийское певцо. С немецкого. Кончита Вурст это по-немецки. Вюрст переводится как колбаса. И вот эта вот конченая колбаса покажет себя на всю Европу. Фотографии, пожалуйста. Не понимаю, чем просто может быть матеревирован человек, который такое сделал с собой? Получать подарки на 23-е и на 8-е? Когда в женском туалете очередь войти подписать в мужской? Напомню. Кончита Вурст едет на Евровидение в 2014 году от Австрии. У меня предложение к нам, к россиянам, к России. Я предлагаю в 2014 году на Евровидение от России пусть поедет в танк. Просто пусть проедет по Евровидению сверху и домой. В 45-м мы отправляли уже танк на Евровидение и он нахрен всех там выиграл. Еще один раз надо так сделать. Думаю, вы понимаете, что я хочу сказать. Я ничего не имею против шуток о геях или даже шуток о внешности людей. Когда это пускай жесткие или даже тупые, но все же шутки. Вот все вот это, это не шутки. Это просто унижение и оскорбление. Давайте пустим танк, пусть он обидет всех непохожих на нас. Ну, как в 45-м, вы поняли, да? И вот это принцип, по которому строятся шутки комедиклава на эту тему. Тупо тыкать пальцем и кричать ХА, ПИДОР! Но это шутки уровня, знаете, наверное, класса 5-го. Поэтому, когда я вижу вот эти великолепные скетчи, меня это совсем не удивляет. Ведь все вот эти найтупейшие, безвкусные шутки работают на определенную аудиторию. Посмотрите на зрителей комедиклава, им смешно. Я предлагаю в 2014 году на Евровидение от России пусть поедет... ...так! До чемпионата мира по футболу в России осталось 4 месяца. Еще один великолепный скетч, где будут шутить о геях. Скоро! Первый остросюжетный фильм про древние времена. Сказ про Федота Педрота. Не пропустите! Почему я выбрал именно этот скетч? Потому что он тоже отлично показывает, как шутят в комедиклабе. Ну, знаете, тоже как в классе пятом примерно. Берешь любое слово и добавляешь к нему хуета-пиздота, и получается типа смешно. Ну, например, жаба-хуяба, айфон-хуйфон, царь-додон-царь-пиздон. Ну, еще, конечно же, шутки, где ты как бы говоришь обычные слова, но они звучат как матюки. Серьезно, ведь все песни Эдуарда Сурового, ну, почти все, построены по этому принципу. К нам сегодня должны были прийти Дмитрий Песков и Дмитрий Медведев, но они не пришли. И значит, что мы делаем? Что? Мы сидим без Дим. Сидим без Дим. Думаю, все помнят, наверное, когда нам было в 7 лет по 5, мы все с вами смеялись над такими, знаете, а-ля стишками. Ну, из серии попизде, попизде, попизделали прививку. Прямо в ху, прямо в ху, прямо в худенькую ручку. Мы все с вами посмеялись, выросли и забыли. А человек себе на этих дебильных стишках карьеру строит. Здравствуйте, я хотел бы открыть... Чем за яд не двигается на ограбление? Это что у вас, шуруповерт? Тоже ведь великолепная шутка, только, блять, где она? И не подумайте, я не какую-нибудь ханжа. И отлично отношусь и к абсурдному юмору. Например, вот в ту же тему. Всем плевать от отравления! Это тоже полный идиотизм и самый что ни на есть абсурд. Но в этом есть шутка. В скетче, который демонстрировал нам зомбоящик, нет шутки. Нет шутки. Это твои или мои? Это мои. Это Москва. Это Москва. Но знаете, если вот говорить объективно, даже в этом фильме иногда появляются настоящие шутки, которые являются именно шутками. При этом они даже на всю вот эту, так скажем, геатематику и которые могут показаться даже смешными. А знаете, почему в этой шутке не тыкают пальцем и не кричат «ХА! ГЕЙ!», а пытаются создать именно какую-то комедийную ситуацию. А все потому, что это нагло спиженная шутка из Робоципа. Ты укладывал мой парашют. Я? А что, ты мне не доверяешь? Прыгать будем? Или тратить друг другу? Это ужасный город. Он весь пронизан проституцией и бандитизмом. На каждом шагу тут продают наркотики. И царит полное беззаконие. Смотрите! Уже есть крыши ссы! То, что придумывают сами авторы вот всего вот этого шедевра, назовем это так, выглядит примерно вот так. Подожди, Ман, ты домашку сделал? Да нет, Серый сто пудов делал. Серый, ты домашку сделал? Я задолбаливаю. Меня Олег зовут. Ну ведь смешно же, да? Серый, ну, так называют людей с именем Сергей. И ты думаешь, что его зовут Сергей, и что они обращаются к Сергею, а на самом деле его зовут Олег, он просто серый. Когда же скетчи вот отходят от подобного идиотизма, в плохом смысле идиотизма, и снова становятся немножко лучше, тебя снова начинают терзать смутные сомнения. Если вы нам не заплатите, то мы убьем всех заложников. И все это не напрасно, ведь эта, сука, шутка украдена только теперь из Гриффинов. Где-то в Афганистане. Это послание адресую всем неверным Америки. Готовьтесь умереть в море священного пламени. За вашу порочность вас покарают в первый же день Радамана. Погодите, погодите, стоп, я что сказал? Я сказал Радаман. Рама, Рада, ББББ. Рамадан. Это послание адресую всем... Вот, теперь попробуй скажи. Теперь так, так, ладно, нет, просто надо, надо смеяться. Когда же за дело берутся мэтры нашего юмора, мы видим вот это. Теперь приступим к основной части этого вечера. Ой, какой маленький. Зато два. Снова же повторюсь, я ничего не имею против вот такого вот дебильного юмора в хорошем смысле. Но в чем тут шутка? Типа, ва, их два. Вот похожий пример из фильма «Знакомство со спартанцами». Супер дебильного фильма с супер абсурдным юмором. Как у игрушечного Кена. Здесь холодно. Вы понимаете разницу, да? Что то полный идиотизм, но в одном варианте это просто ха, их два. А здесь хотя бы попытка пошутить. И ты не ожидаешь такого поворота событий. И при этом в фильме «Знакомство со спартанцами», хоть он и полностью напрочь дебильный, там есть центральный сюжет. Это же просто скетчи. Когда же ты видишь вот эту херотень из фильма «Зомбоящик», единственное, что хочется спросить. Вы чё, дебилы? Вы чё, ебанутые, что ли? Действительно, вы в натуре ебанутые. До изобретения анонизма осталось 10 секунд. Давайте посмотрим ещё на одну попытку пошутить. Мои благородные воины! Я всё придумал! Мы сделаем огромного коня! Они решат в третий дару богов и затачат тут их крепости! А внутри коня будем мы! Ночью мы выверимся и всех заредем, как свиней! Как тебе? Коня не получится. Вряд ли. Можем сделать табуретку. Штук 200. Ну или большую, одну. Тогда мы заредем в табуретку! И тогда греки взобрались на огромный деревянный табурет и троянские лучники перебили всех чертям собачьим. И этот факт вошёл в историю под названием Великий Троянский Табурет. Вот как бы выглядел этот скетч, если бы его снова откуда-то украли. Как когда мы пытались захватить Трою. Питер, по-моему, это не та лошадь. А я на 100% уверен, что та. Вот, так уровень абсурда доведён до максимума. Поэтому, когда ты видишь данный скетч, ты вообще не ожидаешь, что они такое покажут. Поэтому тебе становится забавно. Когда же ты видишь вот эту херотень про табуретку, единственное, что хочется это просто, не знаю, выключить это видео. Ну а далее мы переходим к теме, знаете, таких острых шуток. Главной роли сейчас будут священники. Типа. Не убей. Я думаю, вы тоже заметили, да, что все вот эти служители церкви обезличенные. Здесь нет намёка на РПЦ, например, или на другую какую-нибудь церковь, или на что-то ещё. Они без опознавательных знаков. Потому что ребятки с Камеди Клаб готовы остро шутить только о тех, кто не сможет им ответить. А то мало ли снова придётся извиняться, как в прошлый раз. И сейчас мы хотим принести извинения нашим ингушским зрителям за шутку, задевшую их чувства. Мы приносим извинения за слова и действия, которые обидели великий ингушский народ. Каждого, кто проводил ночь с Клеопатрой, немедленно казнили. Ну, а закончим мы сегодня целой серией скетчей про Ольгу Бузову, где действительно присутствует хоть доля самоиронии. Нам как бы представляют шоу, на котором будут бить Бузову кувалдой по голове. Но, сука, они даже это не доведут до конца. Кувалда отрикошетит, и Бузова продолжит петь свои песни. Ну, как петь? Открывать рот под музыку? Ну, как свои песни? Ну, в общем, вы поняли. Единственный и последний шанс сделать что-то, что может понравиться зрителям, они упустили. Что же можно сказать в итоге? Во-первых, еще раз повторю, я ничего не имею против дебильного, именно дебильного в хорошем смысле юмора. Мне он даже самому нравится, весьма нравится. Но ключевое здесь слово «юмор». Например, фильм, созданный по такому же принципу, Movie 43, только там были скетчи немножко подлиннее, знаете, такие а-ля короткометражки. Там тоже был абсолютно дебильный, абсурдный, приземленный юмор, который высокоинтеллектуальным не назовешь. Но там есть именно юмор, здесь же юмора нет. Нет, вернее как, здесь он все-таки есть, в шутках, которые они нагло спиздили. Я, конечно же, показывал вам не все скетчи, думаю, вы понимаете всю суть, я показал самое, так скажем, горяченькое. Со всем остальным все еще хуже. Но есть еще несколько интересных деталей. Посмотрите на количество человек, которые писали сценарий к этому фильму. И еще один момент, когда была премьера данной картины, все вокруг, вообще все кричали, что это говнофильм. Не ходите в кино. И все говорили, мы не пойдем в кино. Но тем не менее, кто-то обеспечил им сборы в 3 миллиона долларов. Оргазмы России. Такие же разные, как уголки нашей Родины. У-Нь! 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 Продолжение следует... С-с-к-с! У-Нь! 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 У-… Продолжение следует...